есть когда сергей вывезет наконец-то свой дом на колесах куда-то приятное место поближе к горам то почекай с будинком на колесах дивиться не мая ниакой резницы вот тут вот там и тут не мая есть есть большая разница огромнейшая разница и 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 привет друзья сегодня снимаем для вас новинки хилти только новинки только самое свежее червоного кольора поехали я сегодня в желтом уколе только потому что мы сегодня снимаем хилти будучи а не будучи знаходящись в хилти на контрасте да а я традиционно в красном а я не традиционно в желтом так сегодня у нас очень простая очень простой план сегодня у нас мы должны узнать что придумала хилти за последний год ты стык снять? так давай Женя нам все расскажет потому что я не в курсе а тут я честно признаюсь что я не в курсе Женя расскажи нам хилти же не только придумал а хилти сделал этот год он очень богат на новинки очень богат то есть начнем с аккумуляторной серии аккумуляторной техники хилти уже перешло на новый тип двигателя теперь все шуруповерты у хилти бесщеточные 21 век наступил тому я на тесле сюда приехал сегодня самое сегодня замена старому доброму сфц новая модель сф4 про цифры я рассказывать не буду их можно будет посмотреть на сайте почитать если интересно я буду говорить о том что нового в самом инструменте то чего не было раньше добавлена функция ITC те кто работает с шуруповертами большими диаметрами знают что происходит когда клиниться робот шуруповерт пытается сломать вам руку в ситуации с моделями шуруповерта хилти это не происходит то есть система ITC контролирует крутящий момент максимальное отклонение 45 градусов то есть это абсолютная безопасность плюс поменяли патрон сделали его полностью металлическим и изменили подсветку модель сф6 назвать новинкой трудно потому что она уже достаточно давно на рынке единственное что поменяли двигатель бесщеточные поменяли корпус редуктора он стал металлическим ну и то же самое все системы ITC они здесь присутствуют есть модель с ударным действием есть модель безударного действия новый SD5000 у которого тоже теперь бесщеточный двигатель что позволило его еще сделать легче чем предыдущий почти на 30% в линейке появились новые магазины для этих шуруповетов то есть это не замена старого это дополнение то есть SMD57 горячо любимый магазин он остается мы его производим просто добавлены магазины которые проще М1 есть еще магазин М2 меньше габариты удобнее в труднодоступные места куда-то закручивать саморез и изменилась лента она стала короче но зато ее стало удобнее заправлять тут опять же каждый выбирает для себя то что ему больше подходит поменялась линейка 12 вольтовая теперь это тоже бесщеточные все аппараты то есть если раньше это было щёточные двигатели у них тоже самое добавился момент причем у этих аппаратов момент добавился хорошо с 25 ньютонов до 34 и плюс наконец-то в 12 вольтовой серии долгожданный тот который со сменными патронами малогабаритный малогабаритный подбитый и плюс различные аксессуары которые позволяют использовать его в труднодоступных местах например если нужно где-то в узкое пространство ты знаешь что в голову приходит 15 лет назад 12 вольтовая серия выглядит примерно вот так да очень похоже с какой-то такой батарейкой в которой было 1,3 ампер година сейчас это выглядит вот так только это я не знаю как это показать и сейчас эта штука более мощная а не ж колысь цибула ср 121 сдается да был такой ну вот так можно показать из новинок хилки украина модель bx3 с удлиненным магазином это не новое поколение это новая модель то есть они на самом деле между собой отличаются разные решают задачи если здесь максимальная длина гвоздя которая в ленте у нас 24 миллиметра то здесь уже до 36 можно использовать из совсем новинок это ножницы по металлу два вида то есть для листового и вырубной ножницы это машинки ну реально совсем новые то есть линейки хилки они появились буквально вот в этом году обжимщики труб новинками как бы не является мы ими занимаемся просто не очень давно но на рынке они присутствуют уже успели себя зарекомендовать достаточно новая технология для нашего рынка то есть мы тоже как бы под разные размеры труб разные типы ну интересно наверно пылесосом может он совсем новый и совсем интересный называются они очень похожи как и раньше да ВС-20 и ВС-100 но они отличаются уже кардинально начиная от внешнего вида и заканчивая как бы внутренней начинкой здесь уже присутствует функция отключения ударов есть два варианта либо он сам по мере того как фильтр забивается он его хлопает вычищает либо вы можете делать это вручную очень часто как бы на старых моделях такой вопрос возникал почему я не могу отключить эту функцию когда она не нужна ну например если пыли не очень много а он все равно хлопает и хлопает очень громко вот то здесь можно эту функцию отключить и самому если надо если чувствуете что тяга падает кнопочки пыть ну стряхнули в сороковом уже добавлено то что давно просили да то есть добавили ручку она уже он укомплектован это не отдельная какая-то дополнительная опция это уже ручка то есть соответственно есть возможность крепить на него сверху чемодан положили накрепили алмазорезчиком ВЦ-20 теперь уже не шибко зайдем да 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 алмазорезчики теперь будут пользоваться ВЦ-40 и они оценят производство а раньше мы как купили ВЦ-20 купили ВЦ-40 и все и отримали ВЦ-40 нет теперь это так не работает теперь будем работать правильно то есть если мы режем то мы режем ВЦ-40 а ВЦ-20 то что попроще открываем нет это мы открываем фильтр контейнер мы открываем вот ну ну наветь вот это ведерце стало намного легче само по себе ну да и правда тоньше не знаю что это плюс или минус а вот где кого там вазоны растут когда парахитя ломается там выращивают вазоны дополнительно предусмотрено что есть сумка для аксессуаров покажите есть ремень который можно зацепить сюда а есть его накачиваем ну это сумка а это отдельный пылесос вот она сюда классно Сюда и всякие щиточки да складаются да то есть вот допустим есть вариант аксессуаров которые традиционно да вот они вот они в таком стоп секундочку ну что с собой а 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 о а Тут нема. Есть. Есть. Большая разница. Огромнейшая разница. Которую не видно. В артикулах, в цене. В чем еще отличается? Есть датчик на наполнение контейнера, есть датчик на состояние фильтра. Соответственно, чем больше контейнер, тем по-другому датчик срабатывает. Соответственные применения отличаются. И из-за этого разница в цене, в основном из-за корзины. Но сам двигатель, сам ресурс концептуально не отличаются друг от друга. Я думаю, что в целом, эта верхняя часть не идентична, а эта отличается. Так, как в минулой версии. Но мы 10 лет так делали. Мы брали ВЦ-20У. Купывали ведро от сороковки. И у нас выходила сороковка. Ну так, 100%. Откатано просто раками. Десятилетиями. Фильтры все-таки отличаются. Фильтры не такие, как были предыдущим поколением. А чем отличаются? Вот этим вот отличаются. То есть старый сюда не поставить? Не, ну винный кисть трошки вуще, трошки мягче. Монюток сдаётся. Да, он другой. Смотри. Как здесь реализовано. А, посадочного нет. То есть оно по-другому работает. Ну да. А по размеру? Давайте по размеру. Не, размер уже схожий. Он бы схожий. Ну, в принципе как бы... Если сильно захотеть, можно в космос полететь. В космос полететь, да. И впихнуть не впихуем. Ну это да. Фильтры ездят. Так мы так добираемся и до того, что и пылесмоки ездят. Давай покажем найкращий пылесос. Самый новый. Я тебе пришла, я тебе покажу. Смотри. Вот это найкращая штука. Она пылесосит Тундру. Она пылесосит Теслу. И на Этленд Крузер она пылесосит. Единый момент. Треба вот такую батарею. Вот такую батарею. И тогда можно 2 машины минимум провести в порядок. А он правда не новый. Уже руки в трое. Ну таки. Давай покажем людям нормальный перфоратор. Новый. Та есть 6. А. С ДРС. Мы его снимали уже. Посилание будет на горь. Дедушка новенькая. С монетором. Блин. Мы же ее снимали. Посилание тоже будет на горь. Мы все снимали. Давайте я вам расскажу, что для меня новое. Женя глупостей рассказывает. Для него новое все, что вчера приехал. А для меня тут 90% нового. Ну вот радио. Окей. У нас есть. Эти все шурупы крутые. У нас их нет. Бо у нас они есть 12 вольтовые. Но в таком размере. Их нужно быстренько купить. Так. Садовка. Окей. Это старый. Всего у меня нет. Это новое. Так. Пистолеты мы не чипаем. ДРС для перфоратора. Мы такие не робом. Мы такие не бурым. А это для пальцев. Обжимать пальцы. Чемоданчики новые все. Вот у нас таких чемоданчиков вообще, мне кажется, немало. Здесь уже у тебя бачимодана совершенно спокойно в одну ручку. ТЕ500. Я такие еще не бачу. Кстати да. ТЕ500. ТЕ500. А если отбийный молоток можно на вытянуть и ручки тримать. Самое главное еще и работает. Раньше 500 и 50 было плюс-минус в одном размере. Да. А сейчас все набагато легче. Здесь нет ни каких-то редукторов переключений. Ничего. Аппарат, который только долго. Все. Больше лучей не делали. Тысяча. И винт больше потужней, чем не жутся. Вы являете? Тут энергия удара. Ты вторая раза больше не жутут. Сама новая речь. Оп. Ну я стырый кабель. Ну а шо? Вот так можно работать на каждом будильнице. А новые кабеля продаются тут. Правильно? Не. Не продаются? В сервисе? В сервисе. Новопочта на доставку? Да. Сколько два кабеля кошта? Где-то 10. Три с половиной один. Ты хотел сказать десятку? Десятку? Десятку. Я хотел сказать где-то 10. Десятку это на 3000. Там кабель длиннее и толще. А, так. Три с половиной тысячи один кабель? Если три с половиной тысячи я не буду играть. На самом деле это классная штука, что эти кабели снимаются и они съемлены. Потому что если ты работаешь с этим инструментом годами, то с ними возникает проблема. Эта штука отгорает. Тут есть новая семидесятка. Но видео по ней по посиланию сверху. Спасибо. А тебе нужно снять репортацию раньше, чем в этом видео. Друзья, мы сегодня закончим наш репортаж с храма Хилти. На жаль. На жаль. На жаль. Все приемное. Когда-нибудь закончится. Подписывайтесь. Но вы пишите в комментариях все, что вам понравилось и не понравилось. Нет. Только пишите, что понравилось. Я не люблю, когда вы это пишете глупостью. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец доверху. Нехай счастливо. Снимаешь капюшон в конце? Нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok